Ох, дорогие мои, что сейчас будет, вы даже не представляете. Какие крутые я вам покажу покупки в этом видео. Обязательно оставайтесь и не переключайтесь с этого видео. Ну а теперь приветствие. Конечно же, куда без него, если вы подумали, что я с вами не поздороваюсь, вы ошибаетесь. Всем привет, мои хорошие, с вами Даша. Вы у меня на канале YouTube, и я рада вас приветствовать. И добро пожаловать ко мне в гости, если вы у меня впервые. Сегодня у нас речь пойдет о покупках уже, вы не поверите, но на лето. Это для меня просто музыка для моих ушей, что лето уже совсем скоро, и что уже пора, пора покупать уже вещи на лето. Потому что самые классные, самые стильные, самые необычные вещи, они закончатся еще до середины весны. Я знаю, проверено, каждый год на горьких крокодиловых слезах, когда я что-то откладываю купить на потом, и потом к лету, естественно, уже купить это невозможно, потому что это везде sold out. Потому что были девочки, которые были немного хитрее меня, и купили все это заранее. В этот раз у меня случился шоппинг на сайте MyTeresa. Я не знаю, знакомы вы с этим сайтом или нет, на нем представлено очень большое количество брендов от среднего до люксового сегмента. И то, что я покажу вам в этом видео, здесь будет и средний сегмент, и люксовый сегмент. Я почему-то уверена, что практически любая девушка для себя что-то может найти интересное на MyTeresa, начиная от аксессуаров. Там есть и совсем недорогие бренды. И те девушки, которые больше любят прям тяжеленький люкс, а-ля Gucci, Saint Laurent, и же с ними, это все тоже есть на этом сайте. Ну и давайте начинать с моими покупками, и я собрала их в несколько образов. И также я вам решила устроить такой интерактив. Точнее, у меня интерактив этот родился, исходя из моего заказа. В чем состоит интерактив? Я набрала себе много вещей, объективно понимаю, что многовато, жирновато мне будет оставить так много себе. И мне хочется, чтобы вы в комментариях мне сказали, что же мне оставить, а что отправить назад. Практически все вещи, которые вы увидите, они до сих пор с бирками. У меня осталось буквально несколько дней, чтобы решить все-таки, что я оставляю, а что нет. И я буду рада вашим советам в комментариях внизу. Давайте пообсуждаем, и давайте уже приступать к самому рассказу. Первую вещь вы можете уже видеть на мне. Посмотрите на него. Он вот такой вот коротенький. Это топ такой интересный от бренда Self Portrait. Они сделали коллаборацию с брендом Lee. Lee это бренд более повседневной джинсовой одежды. И посмотрите, какая крутая вышла коллаборация. Это топ с рукавами, клеш, джинсовые. Но при всем при этом в нем есть вот этот вайб, вот это вдохновение Self Portrait. То есть что-то очень по фигуре, с каким-то лифом, с объемными деталями, с клешем. Невероятный совершенно топ. Я к нему в большой любви, как я люблю это говорить. И, честно говоря, для меня это был большой шаг в том плане, что я, конечно, занимаюсь спортом уже начиная с ноября так активно. И я чувствую, что моя форма стала гораздо лучше. Но все равно я такие короткие топы не носила прям, наверное, лет с 15, если не соврать. А мне как бы 30. То есть я лет 15 не носила, это я столько короткие топы. И для меня это большой шаг. Для кого-то, возможно, это не будет казаться таким большим шагом, которым он кажется для меня. Но для меня все-таки это поступок. Тем не менее, я очень рада, что я заказала, примерила. Он обалденно сидит. Мне очень нравится, насколько он сидит по фигуре. У меня размер 8 UK. Он сел на меня идеально. Я не знаю, как будет смотреться на девушкам с большей грудью. На мою сели чашечки очень хорошо. Конечно, они сели на меня достаточно плоско. Если у вас груди немного больше, я думаю, двойку, двойку с половиной. Он вместит очень легко. Единственное, что имейте в виду, он достаточно плотно садится вот в этом месте. То есть на мне он прям застегивается так, не со скрипом, но вот вплотную, в аккурат. Как он должен сидеть? Еще прям пару сантиметров, возможно, было бы уже немного дискомфортно. Поэтому берите четко ваш размер, к которому вы привыкли. И лук, который я придумала с этим топом, он в себя включает еще две вещи, которые у меня в этом же заказе. Кстати, ой, должна вам показать. Вот таким образом выглядят коробки Май Тереза, если вдруг вам интересно. Они очень классные. Мне кажется, что такие коробки можно даже оставлять для хранения чего бы то ни было, потому что они очень крутые, качественные. Ну и здорово будут смотреться где-то сверху шкафа. Я такие коробки просто обожаю для хранения. И мы сразу без прелюдий подходим к звезде этого обзора. Когда я ее увидела, все началось с нее. Собственно, я решила заказать шляпу. Вот напишите мне в комментариях, у кого-нибудь такое бывает, все начинается с одной вещи, а заканчивается корзиной с десятью вещами. И потом такой сидишь среди ночи и думаешь, а что случилось? Кто я? Где я? Кто все эти люди и где мои деньги? У меня так происходит обычно с шоппингом онлайн ночью. И шоппила себя, собственно говоря, ночью. Звезда моя. Мы подходим к ней. Это шляпа от Гуччи. Посмотрите. Боже, когда я ее увидела на Май Тереза, я поняла, что моя жизнь прежней уже не будет, если в моей жизни не появится эта шляпа. Кто со мной давно, вы знаете, что я заядлый шляпник. Если я вижу необычную стильную шляпу, все, у меня пелена перед глазами, и я вижу только ее, мне нужна она. И вот как раз, когда я ее увидела, я поняла, что мне нужна она. Во-первых, это необычное плетение. У нее вот эта вот солома, скажем так, из которой она сделана, она очень тоненькая, очень изящная. И настолько мелкого плетения, что издалека даже непонятно, это фетровая шляпа или соломенная. Но она соломенная, и она очень тоненькая. При всем при этом она держит форму, и у нее поля настолько необычной формы, то есть, видите, они имеют округлость такую, то есть спускаются слегка по дуге, а не уходят прямо. И я таких шляп, честно говоря, практически не вижу. Обычно такой модели делают шляпы а-ля Сен-Лоран, которые стоят 800 и выше евро. То есть, вслух страшно произнести. Здесь же, да, цена тоже большая. Честно говоря, это, если я ее оставлю, это будет моя самая дорогая шляпа, мне кажется. Даже Евгения Ким, моя, которую я купила в прошлом году, не дотягивает до этой по стоимости. Но, ну, посмотрите, мне кажется, она того стоит. Я жду тоже ваших мнений. Во-первых, конечно, ее форма необычная, которой я нигде не видела ничего подобного. Во-вторых, ее цвет. Посмотрите на это, знаете, это нечто между кофе с молоком и молочным шоколадом. Слегка есть еще такой оттенок ржавчины. И мне безумно нравится, что полосочка тканевая, она идет в цвет со шляпой практически, и она сильно не выделяется. То есть, шляпа максимально нейтральная, и она подойдет к большому количеству луков. В-третьих, вот эта вот штучка. То есть, ее можно затянуть вот так, если ветер, например, вы где-то, не знаю, путешествуете, пустыня, не пустыня, неважно. Нужна шляпа, обязательно защитить голову. И если есть ленточка на шею, это, безусловно, круто, но ленточки тоже развязываются и слетают. Здесь же идет зажимчик металлический, и веревки можно затянуть под подбородком. Все, шляпы никуда с головы не денете, это безумно удобно. И, конечно же, удобство еще заключается в том, что можно сделать вот так, шляпу скинуть назад, и все, и ходить с ней таким образом. Это тоже очень стильно выглядит, мне кажется. Даже если нет солнца, вот такая шляпа, она очень классно дополняет лук тем, что она вот так болтается красиво за спиной. Я заканчиваю от шляпы и перехожу к третьей новой покупке, которая будет в луке, который вы увидите. И следующая вещь, без которой я не смогла уйти с сайта Май Тереза, это вот эта сумочка от стола. Боже, когда я увидела это милашество, вы знаете, как я горю, как я люблю сумки жесткой формы. Она полностью жесткой формы, она как маленький такой кирпичик карамельного цвета с белой отстрочкой. У нее еще и ручка жесткой формы, она даже не сгибается ни вправо, ни влево, хотя здесь как бы такие золотые шарики, которые, по идее, как я предполагала еще, когда видела ее на сайте, что ручка может падать вперед-назад, и ее можно держать наверх. Нет, она стоит всегда наверх, и смотрится это бомбически, что всегда у нее жесткая вот эта вверх стоящая форма, которая четко очерчивает ее контур. Вообще, бренд Стоут покорил мое сердце еще с прошлого года. Это уже, по-моему, третья сумка у меня их бренда. У меня есть макраме карамельное, ровно такого же цвета кожа. Именно эта причина заставляет меня думать, оставлять ее или нет, потому что она такого же цвета, но она абсолютно другая по модели. Она подойдет к абсолютно другим лукам, точнее, почти ко всем. Я ее уже со стольким количеством, с таким количеством луков перемерила, и она делает из любого образа такую конфету. Вы поймете по этому видео, потому что практически везде будет она. Вы знаете, что у меня муж архитектор, да? Он, когда увидел у меня эту сумку, пока я примеряла образы для этого видео, он мне сказал, вау, что это? То есть, блин, мужчина, который вообще не интересуется модой, если он интересуется каким-то объектом, который я заказала, я считаю, что это победа. Поэтому это вторая причина, вторая монетка в копилку за то, чтобы ее оставить. То есть у меня даже муж сказал, вау, какая она классная, какая она крутая, дай в руки покрутить. Понимаете, да? И еще одна монетка в ее копилку, посмотрите. Во-первых, она вот так открывается, а во-вторых, здесь зеркало. Девочки, большое зеркало всегда с собой, вы его не можете забыть, потому что оно встроено в сумку. Внутри она, кстати, мягенькая, что-то по типу замши материал, либо мягкой ткани. Очень похож материал на Louis Vuitton Bechet Metis. Вот внутри она примерно таким же материалом сделана. Внутри она очень вместительная. Кто-то у меня спрашивал в Инстаграме, потому что я в Инстаграме ее уже показывала, помещается ли сюда айфон. Сюда помещается не только айфон, сюда поместится еще маленькая камера. Куча вашей косметики, все документы и так далее. То есть она вместительная, несмотря на то, что она кажется достаточно небольшой. И лук, который я составил для этих вещей, это вот этот топ, вот эта сумочка, карамельные кожаные кюлоты, шляпа, которую я только что вам показывала от Гуччи и туфли на каблуке карамельного цвета кожаные. Посмотрите, как здорово здесь у нас играет карамельный цвет с джинсой. То есть, в принципе, весь лук получился карамельный полностью, за исключением топа. А у топа еще и карамельная отстрочка по джинсе. То есть здесь все сочетается настолько идеально, что просто... Вот если внизу вы откроете инфобокс под этим видео, на каждую из этих вещей есть ссылка. Можно все это положить в корзину, и у вас идеальный образ. И причем каждая из этих вещей очень универсальная. Я не считаю, что этот топ, шляпа, кюлоты или сумка или обувь являются какими-то однодневками. Мне кажется, эти вещи, которые надолго задержатся в гардеробе, особенно, особенно шляпа и сумка, они просто бомбические. Мой вам совет. Если вы покупаете топы вот такие, опять не видно, вот такие короткие, то обратите внимание, чтобы низ, который вы одеваетесь с ними, был на максимально завышенной талии. Даже не то, что на завышенной, а на экстра высокое. Именно тогда этот топ можно будет носить не только на какой-то вечерний выход, на танцы, в клуб. Нет, его можно будет носить и на каждый день, потому что вы оставляете не полностью голый живот, как когда-то мы носили, когда 15 лет назад. А вы оставляете лишь небольшую полоску живота, открытый, что смотрится органично. И особенно летом, мне кажется, в этом вообще ничего особенного нет. В следующем образе у меня присутствует та же шляпа и та же сумка. Но это далеко не все. Помимо этого, у меня там присутствуют еще две вещи из заказа. Во-первых, вот эта рубашка. Это Dries by Noten. И посмотрите на эту бежевую идеальность. То есть у меня никогда не было бежевой рубашки, потому что они все были какие-то не такие. Знаете, в них было что-то, что меня смущало. Всегда было что-то, чем я не была на 100% довольна. Когда я увидела эту, я поняла, почему я так долго ждала. Потому что я ждала встречи с вот этой идеальной. У нее есть все, просто все, что мне нравится в рубашках. Во-первых, у нее есть накладные карманы. На груди, мне кажется, бежевая рубашка, в принципе, имеет некие отголоски к такой рабочей форме какой-то. И накладные карманы это то, что ей нужно. Плюс небольшие такие погоны. Тоже бежевого цвета. Даже пуговички в тот же бежевый оттенок уходят. Сам катон, из которого она сделана, просто невероятный. Если вы думаете, ну вот зачем и почему я должен отдавать за рубашку бежевого цвета катоновую такие деньги. Если вы закажете и просто подержите ее в руках хотя бы, примерите, вы поймете, за что здесь такие деньги. Хотя на самом деле я не считаю, что она как-то переоценена. На нее достаточно адекватная стоимость для этого дизайнера и для того безумно крутого качества, которое вы получаете, приобретая эту вещь. В составе 100% катон, а на вас вы получаете идеальный крой и идеальную базовую рубашку, которая будет смотреться круто в огромном количестве луков. Не только в том экстравагантном, который я вам сейчас покажу, но и в большом количестве других повседневных, неповседневных, строгих, минималистичных. То есть с ней можно играться, играться, не переиграться. И ее я решила сочетать вот с такими штанишками леопардовыми. То есть я эти леопардовые штаны успокаиваю бежевой рубашкой. Это вискозные штаны от бренда Ганни. Я, кстати, когда покупаю все-таки вещи таких, знаете, дорогих брендов от миддл маркета до люксового, я очень обращаю внимание на состав. Я вряд ли когда-то куплю полиэстер, если только это в составе, например, с вискозой или в другом смесовом составе. Но 100% полиэстер, например, за 300 евро я куплю вряд ли. Поэтому я выбирала из многих таких пижамных штанишек. Были очень крутые а-ля шелковые, но это был полиэстер. То есть для меня это были вот такие круглые глаза. Все-таки я еще немножко не готова за полиэстер, наверное, такие деньги платить. Но это вискоза, это хороший крой, это классный бренд, который взорвал просто в последние годы, бренд Ганни. И у меня, кстати, есть уже от этого бренда обувь. Это мои морковные туфельки с бантом на пятке, которые вы все так любите. И в этом сезоне, если я не ошибаюсь, они их заново выпустили в разных цветах. Поэтому на них я тоже вам оставлю ссылочки внизу. На Майтерезе, кажется, они тоже есть. Если есть, в любом случае, оставлю внизу. Это штаны очень удобного пижамного типа. Они на резинке, и что мне в них нравится, здесь идет пуговичка. То есть идет имитация того, что это не просто пижамные штаны, а что это брючки. И здесь не только имитация пуговички, а еще идет небольшая такая имитация ширинки. А на самом деле здесь просто резинка по талии, и никакой ширинки, и никакой пуговички застегивающейся нет. Безумно удобные, приятные к телу. У них есть подкладка, если кому-то интересно, вот такого нежного, нежного, нежного бежевого цвета. Единственное, что они мне слегка коротковаты, если я их надеваю на высокую талию, как я люблю. Поэтому это скорее такие брючки расслабленные, которые нужно носить на средней посадке. Тогда они мне садятся идеально, ровно до пола. С каблуком я их вряд ли надену, потому что они мне не уйдут ниже пятки. Но носить это с плоским ходом просто идеально, и именно такой образ я и создала. Я оставила ту же шляпу, ту же сумку, вот эту бежевую рубашку и леопардовые брючки. Все это я разбавляю черными мюлями. В моем случае это бархатные мюли от Гуччи. Они, кажется, тоже есть на Май Терезе. Если нет, то дам просто на черные обычные кожаные мюли ссылки. В любом случае, берите лоуферы или мюли, лучше мюли, потому что образ, на мой взгляд, он очень расслабленный. И ему нужен вот этот расслабленный вайб. То есть надеть сюда лоуферы будет слишком строго, а надеть сюда мюли это прям самое то. Это образ создан для того, чтобы носить его с мюлями, либо с какими-то расслабленными грубыми шлепками. Например, если мы уже в сезоне лета, то это могут быть биркинштоки или что-то по типу того, что-то более массивное, но в форме шлепок. Третий образ. И я прям... Я морально готовилась вам показать эту вещь, потому что я знала, что она понравится не всем. После того бума, который случился в моем видео про велосипедки, если вдруг вы его еще не видели, оставлю ссылочку наверху, я показывала, как можно круто сочетать велосипедки. Но было очень много негатива, очень много людей очень в штыки восприняли такой тип одежды. И поэтому мне было слегка боязновато, но я решила, что я сильная, и я это все равно покажу, потому что, как не крутить, ребят, это мой канал. Я вам рассказываю про свой вкус, про свой выбор и про то, как мне хочется и нравится сочетать вещи. Делать так или нет, абсолютно ваше решение, я вас не заставляю. Я только лишь предлагаю и показываю, как это можно сделать. Та-да-да-дам! И это вот такие шорты от Burberry. Они в классической клетке, и они достаточно комичные, и при всем при этом стильные. Невероятно просто. Кому-то они могут напомнить, не знаю, папины семейные трусы в клетку. У меня, слава богу, такой детской травмы нет, у меня папа не носит такие длинные трусы в клетку, и как бы я не могу их так ассоциировать. Но просто знаю откуда-то, наверное, из каких-то реклам по телевизору, что такие бывают. Тем не менее, как бы оставим в сторону шуточки, они безумно стильные, и с ними можно придумать такое количество крутых минималистичных луков. Также у них по бокам идут атласные вот такие полоски, что делает их более такими, знаете, брючками, что ли. Я бы их назвала, наверное, все-таки не шортами, а нечто ближе к бермудам, потому что они достаточно длинные, они не слишком короткие. На талии они на затяжке и на резинке, но у меня здесь есть одна небольшая проблема в том, что я взяла 8 UK, а он на мне болтается. То есть, чтобы он сел мне на талию, мне нужно реально достаточно сильно затянуть шнурок. Я посмотрю на сайте, если есть 6 UK, то я закажу себе, наверное, все-таки 6 UK, а 8 UK отправлю назад. Я почти уверена, что я их оставлю, потому что я столько с ними уже придумала крутейших луков на лето, настолько они классно смотрятся. Ну и тут вся базовая палитра, понимается, тут красный, бежевый, черный и молоко. То есть, боже, это полет для фантазии. Здесь можно одевать что-то оверсайзное сверху, здесь можно надевать что-то очень обсягивающее по фигуре и заправлять это внутрь. Можно их носить с пиджаком, можно носить как угодно. Я вам покажу вариант с боди. Боди очень открытое, летнее, и оно заправляется внутрь, оно очень в обтяжку, черное. И посмотрите, как круто начинают играть эти шорты, которые, в принципе, кажутся такими очень кэжуальными. А в сочетании с таким боди это становится настоящее искусство, мне кажется. В том плане, что получается минималистичный, стильный, продуманный лук. Вот это черное боди с этими шортами, с очень минималистичными сандалиями через палец. До сих пор этот тренд у нас супер на пике, чтобы сандалии были через пальчик, либо же, чтобы сандалии состояли из тоненьких таких жгутиков, веревочек. Опять же, обратитесь в бренд The Row. Они выпустили самые красивые, самые трендовые сандалии, которые тоже сюда отлично подошли бы, но у меня их нет. В руки же можно взять минималистичную сумку. Опять же, можно взять сумочку от Stout. Вот я сюда предложила бы либо сумку из этого заказа, карамельную малышку, либо лаковое мое черное ведерко, потому что здесь я не вижу никаких брендов, никаких сложных сумок, никаких ярких сумок. Именно этому луку мне кажется нужна такая простая, лаконичная сумка жесткой формы, учитывая минималистичности вот эти резкие геометричные линии на боди, учитывая геометричность каблука и всех линий босоножек, геометричность принта, самих шорт, то есть здесь все именно сделано так, чтобы был минималистичный шик определенный в этом образе. Если вы слышите это пиканье, это моя посудомойка. Sorry. Ну и последние вещи, последний образ, который я вам хочу показать, он очень простой, он совершенно, опять же, минималистичный, то есть ничего в нем сложного нет, и я вам расскажу, на чем он строится. Это вот такая майка, это бренд Vatman, и это майочка Unisex, то есть, Unisex, это майочка Unisex, то есть это можно приобрести и мальчику, и девочке, она сейчас на скидке, если она до сих пор есть. Я была в восторге от принта, от этой надписи, если я вижу майку с крутой надписью, с крутым лого, принтом, все, тоже у меня опускается, забрало, мне она нужна, тем более, что она была на скидке, а бренд я этот знаю, я с ним знакома, у меня есть вещи этого бренда, качество потрясающее, и я знала, что эта майка будет мной использоваться очень много, и я решила, что, как бы, why not, и девочки меня должны понять, I don't do drama и сердечко, ну, тут прям, вот, все сошлось в одном, ну, как можно было уйти без этой майки, в общем, я ее, естественно, добавила в заказ и заказала. И я предлагаю вам с этой майкой абсолютно кэжуальный лук, но посмотрите, как круто, если я возьму один из цветов с этого принта, например, желтый, и повторю его в босоножках. Надену эту майку с джинсами на высокой талии, прямыми, трендовыми джинсами, не скини, не клеш, прямые подрезанные джинсы на высокой талии, оверсайз майка заправлена внутрь, рукава, можно, кстати, рукавчики у нее, точнее, майка футболка, меня ноги поправляют, у меня есть дурацкая привычка называть все футболки майками, поэтому не обращайте внимания, это привычка, у нее ноги растут просто из моего детства, ничего с собой не могу поделать. У этой футболки можно подкатать немножко рукава на один или два раза, сделать пару стежков с двух сторон, и она станет еще более стильной, рукава позволяют, они достаточно широкие. И вот, вроде бы, скажите, ничего сложного, правда, но как начинает круто играть вместе эта майка с этими босоножками в таком простом луке, как джинсы, майка и босоножки. И, кстати, сумочку я сюда добавила в итоге ровно ту же, соответственно, у меня все луки в этом видео с одной сумкой. Пожалуйста, можно было назвать видео «5 луков, одна сумка», потому что она универсальная, она везде подходит, я не знаю, я уже, мне кажется, почти сама решила, что никуда она назад у меня не поедет. Кстати, забываю сказать, в каждом видео хочу это сказать и забываю сказать, если я вам рассказываю про какие-то классные магазины, не забывайте подписываться на их новостные рассылки, потому что все закрытые распродажи проходят не на, скажем так, не на огласку. И это все происходит обычно между клиентами и между теми, кто подписан на рассылку от этих сайтов. Если вы будете подписаны, если вы станете клиентом, то вам будут приходить раньше, чем весь мир узнает, что начался сейл, вы об этом будете знать за один-два дня, иногда и за неделю. То есть, постоянным клиентам своим они дают такую возможность, как бы участвовать в private сейлах. На многих сайтах такое есть, да, еще на некоторых сайтах бывает, что когда подписался, тебе дают 10% скидки на первый заказ. В общем, к чему я это? Даже не к данной конкретной ситуации, а вообще всегда, если вы узнаете про новый сайт, обязательно подписывайтесь на новостную рассылку. И тогда вы будете первыми знать, когда какие-то акции, когда приходят новые коллекции и когда начинаются private сейлы. Все, на этом моя информация на сегодня заканчивается. Я очень надеюсь, что вам понравилось видео, что вам было со мной интересно и приятно провести время. Обязательно отпишите мне внизу, что вам понравилось больше всего, что мне нужно оставить, а что, по вашему мнению, мне стоит отправить назад. Все ссылки на все, о чем я говорила, внизу под видео, как всегда в инфобоксе, не забывайте проверять. Я вас очень сильно люблю, нежно, муа, целую и, по традиции, удачного вам шоппинга. Пока-пока, с вами Владаша. Субтитры сделал DimaTorzok